Трактор с ковшом и люди в оранжевых жилетах с самого утра на работе. Копают, рыхлят. Самарцы, глядя на них, не жалуются, наоборот, подбадривают, чтобы работали активнее и ждут результатов их труда. Очень даже хорошо. Надеюсь, что так у нас и будет, чтобы город у нас был, как бы сказать, чистый. Все было, вот, планировку делают, и мы очень рады, все очень рады. Нам было удобно, город, чтобы был красивый. Конечно, надо немножечко потерпеть. Пусть работают эффективно. Сейчас грунт на многих газонах возвышается над проезжей частью, и после дождя земля, попадая на дороги, превращается в грязь, а высыхая, создает облака пыли. Для решения этой проблемы с газонов необходимо снять верхний слой почвы и уже потом засеять новой зеленью. При этом на зеленых зонах сохраняются растущие деревья и кустарники. После проведения всех этапов работ городские улицы станут не только крашеной, но и чище. Чернозем будет засыпаться на 5 сантиметров меньше, ниже бортового камня, что, соответственно, даст возможность избежать сползания грунта на проезжую часть после того, как пройдут дожди. А это, соответственно, отразится на чистоту проезжей части, на отсутствие пыли. Газоны, расположенные на проезжей части дорог, благоустраивают во всех районах Самары. Сейчас уже обновились зеленые объекты на проспектах Масленникова и Кирова. Улица Революционная. Работы на пересечении Победы и Среднесадовой завершатся к концу этой недели. Алина Чемерис, Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События.